Тем временем пассажирские перевозчики ждут от обладминистрации более решительных действий в вопросе разрешения на восстановление пригородных и внутриобластных рейсов. На этой неделе Кабмин позволил решить проблему местным органам власти. Но если у губернатора будут затягивать с этим вопросом, перевозчики готовы собраться на митинг возле обладминистрации. Профильная комиссия облсовета инициирует ускорение диалога с правительством. Пассажирские перевозки нужно возобновить после ослабления карантина. И в Кабмине должны разъяснить, как именно это будет происходить. У нас есть вот эта чрезвычайная комиссия, которая должна самостоятельно принимать на региональном уровне решение, где можно ездить, а где нельзя. Вот если в Подольске там действительно проблема, то там возможно еще надо повременить с этим вопросом. Но в других районах области, где более-менее стабильная ситуация, нужно разрешать автоперевозчикам хотя бы в каком-то объеме выезжать. Почему? Потому что у нас с вами 22-го грубо заканчивается карантин, если его не продлят. С 12-го числа уже начнут работать ряд бизнеса, где работают люди, а людям как-то нужно добираться. То есть не все живут и работают в городе. Пока работники зарегистрированных и легализованных предприятий вынуждены сидеть дома, карантин стал прибыльным периодом для нелегалов. Микроавтобусы по 8-10 пассажиров следуют в Одессу почти из каждого райцентра. Налоги такие предприниматели не платят, а полиция предпочитает их не замечать. Еще один вопрос, который остров встанет перед автопредприятиями. После ослабления отмены карантина соблюдение предписанных санитарных норм. У компаний, которые раньше уделяли большое внимание чистоте в салоне машин, проблем быть не должно.